Всем привет, меня зовут Тэнджер Амон, я еще жив, это чудо. Со мной сегодня играет Славик Одессит. Здравствуйте, дорогие друзья. И Турбомаус. Здрасте. Мне подарок подогнали, возможно, мне это спасет жизнь на некоторое время. Я выгляжу очаровательно, мне кажется. Я просто лучший. Ну, Турбо тоже лучший. И Славик теперь тоже лучший. Мы все лучшие. Мы все лучшие. Мы все лучшие. Итак, друзья. Что было в прошлой серии? Я напомню. В прошлой серии был... ПИИП! Дец. Вот. В смысле, как бы это на русский вам перевести? Плохо. Плохо, да. Все было очень плохо. У нас тут попадали метеориты. Я умер, меня воскресили. Потом я снова чуть не умер. И теперь вот он я перед вами. Голый. Голый, как сокол. Зимой вот так вот существовать не лучшая идея. Ну, слава богу, мы играем вместе. И может быть, нас это и как раз таки нам это и поможет пережить. Или сгубит. Или сгубит, да. Кто знает. Главное, чтобы внезапно метеориты не побомбили нам то, что у нас осталось. Хотя бы вот эту малую часть того, что у нас есть. Иначе, ну, совсем все плохо будет. Я попробую сейчас, как раз день наступил. А, не-не-не, не попробую. Мне нужно что-то, что-то теплое, да, с собой носить. Помимо прочего. Ну, вот на факел у меня есть. Вроде как. А где наши грибы? Они в холодильнике были. А мы съели все грибы? Мы... Броялись. Наверное, да. Я их вмешивал в рагубом. Поэтому вот такие позитивные все остальные. А-а-а, так вот почему я радуюсь тому, что... The end is night. Понятно. Я почти рад умереть. У меня такое ощущение, знаешь. Это, наверное, не очень хорошо. Умри с улыбкой на лице. О, господа, я нашел след мамонта прямо у нас на базе. Интересно. Еду к тебе. Надо делать вылазку за мамонтом обязательно. Не убегай далеко. Стой. Сейчас я буду возле... Тебе еще моего сагрить будет. У тебя есть посох? Да, 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 да. Отлично, супер. След мамонта. Да ладно, я попробую тогда... Роман, если что, и дерево в сундуке. Ага. Я последую мамонта выслеживаю Мауса. Отлично. Не, последую... Комплиментарно звучит, да, для Мауса? Я, кстати говоря... А, подождите. Вот лунный камень где-то, по-моему. Я вот пытаюсь вспомнить, где я умер. О, я статую нашел Максвелла. Интересно. По-моему, мы здесь уже были. Да. Честно говоря, ребят, честно, не помню, где я умер. Вообще, это очень тяжело. Вспомнить здесь довольно однотипный сейчас пейзаж зимний. И найти место, где ты мог скончаться. Надо было смотреть на свое место смерти на карте, наверное, сразу, как ты умер. Запоминать его визуально. А ты помнишь, откуда ты призрачком летел? Ну, я помню, что я огибал воду. Вот я сейчас попробую это место найти. Если мне сейчас начнет наноситься урон, то, наверное, мне будет хам. Ты спит нашел второй? Да. Следующий. Сейчас я в основном собираю камни для того, чтобы создать себе вот эту вот грелку, короче говоря. Надеюсь, поможет. Уже надо выжигать пауков. Так, там что там нужно? Кто наполнит? Камень, флинт и... И что-то. Палки? Нет, палки вряд ли там нужны. Камень, флинт и кирка. А, и кирка. Хорошо. Вот я к яйцу подобрался где-то здесь. Я был. Все. Хо-хо. Хо-хо-хо. Вот он. Заходим с двух сторон. Не поджигай, не поджигай, не поджигай в обыдении. Мы вамонта нашли. Во-вторых, вамонт нечтет поджигать все вокруг себя. И когда сдохнет, сдохнет... Я хочу это видеть. Как мне это сделать? Я хочу вамонта. Мамонт. Ой. Так древние люди охотились на вамонт. Они поджигали их просто. С копьями набегались. Да-да. Поджигали, а потом спрашивали себя, зачем мы это сделали. В панике бежали домой. Мамонт за ними поджигал всю деревню. И, в общем, так не выживали неумные древние люди. Я вроде бы правильно все объяснил. Че-то ему как-то все равно. Он не реагирует на огонь? Он не реагировал на меня. Так, ребята. Я делаю это. Давай, Роман, ты сможешь. И термальный камень. Еее. Мой первый термальный камень. Его теперь надо у костра положить, да, чтобы он нагрелся? Да. Отлично. Все, собирай. Нам надо это место. Нам нужен этот хобот. Пошли домой. Мы мерзнем. I'm so hungry hungry. I know. Так, че я могу приготовить? О, митболс тут лежат. Славик, спасибо. В холодильничке. Здоровье. Это, по-моему, не было что-то. Я вообще-то... Ну, я тут умираю. Один такой весь неопытный. Вы знаешь, это вообще не оправдывает. Оправдывает. Как бы... Под угрозой смерти я сожрал твою еду. Мне кажется, это меня вполне себе оправдывает. Не, я не про то, что ты ешь на здоровье, только, блин, знаешь, как-то... Спасибо Славику. Ладно, спасибо Турбо. Но я ж не знал. Спасибо Турбо. Я в холодильник хобот положу, чтобы он не портился. И мясо тоже, кстати. Да нам бы его реализовать. Ну, реализовывай. У тебя там в сети. Там паутина нужна. Паутина, у меня две есть. А там сколько? А я не помню. А, восемь. Че мне? Веревка нужна. Веревка у нас... Это на один или на сколько? Восемь шлифов. На один. Знаешь, что можно сделать? Эй, у меня теперь есть чем драться. Это ты его съел, что ли? Нет. Че, 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 вы убили его? Получилось? У меня для тебя есть игрушка. Ух ты. На. А... Зачем ты это здесь поставил? Это было интересное решение, когда у меня 22 хп. Спасибо. Я тут умираю. О, я это возьму. Еще у меня 17. Так что ты меня переживешь, не переживай. Э, у меня 25. Я соврал. Че там, че там с шерстью? Шелком не хватает все еще, да, наверное? Ммм... Сколько выпало? Верно, не знаю. Мне три. И сколько она? Сколько выпало? Роман, сколько у тебя паутинки? Ммм, три. Еще две надо, получается. И это только на первый год. Блин, не сработало. Я думаю, сколько она выпало еще? Еще сколько там надо было? Четыре. Ну, вот тут, да, вот этот транк лежит. Надо, я так понимаю, как можно быстрее, да, собирать, ну, необходимые ингредиенты. У кого денег, и он, по идее, долго пролежит. Да, там он надолго. Да, до весны пролежит. У меня сейчас вообще есть серьезные проблемы с рассудком. У меня всего лишь 54 его. Ну, да, тут не найдешь сейчас растений, каких-то листочков. Я вижу по твоим глазам, что тебя нагребает иногда. Такой взгляд очень странный. Я как будто что-то подозреваю. Так, вот это вот надо выкинуть. Это только занимает место в инвентаре. Или просто дожечь уже. Все. Итак. Итак. У меня есть в кармане спайд-гланды, короче. Да, что? Да, я думал, эта игра будет сейчас. У меня есть в кармане, а мы угадываем. Ну, то, что у меня есть в кармане гланды, это, знаешь, это вы бы, наверное, долго угадывали, мне кажется. Не скажи. У тебя в кармане гланды, как ты узнал? Ну, у меня в кармане дырка. Ну, это тоже весело. Гланды. Вот жаль, здесь нет такого возможности. А, гландами лечиться можно. Гланды это же железа в переводе с латыни. Гландуля, железа. И яички это железы. Так что выходит, что это железы. Ага. Значит, это гланды. Интересно. Интересная логика. Для тех, кто постоянно называет медали на гландами, тоже это мысль, на которую можно подумать. Вон те, Рамон, вон тебе пепел, ты мне дал, ну, тебе камушки. Ага, все. У меня были карманы. Что крафтит? Ну, хилку. Крафтит, на, на. Крафтит. На, крафтит, да. А, ты же же поднял же на гланды, можно из гланды. Хилку. Ну, хилку сказал он, и Рамон начал плацать по закладкам. Рамон, я нашел место твоей смерти. О! Оно оказалось не так далеко. Где-то посерединке сурвайвала. Так, амбрелла, тент, багнет. Ну, придешь, заберешь, все здесь. Подожди, я не знаю, где это, я же не знаю. Ну, смотри, там, на карте, там, мой кружочек, робот. Все, 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 я уже приготовил, спасибо. И съел, все. У меня 45 хп. На факел у меня хватает, если еще я иду к тебе. Я собираю ловушки. Так, что, я совсем тут где-то рядом умер, да? Не, 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 вон. Возле меня, возле меня, там, где я, видишь меня на карте? Иду к тебе. Вот здесь твой. Эй, мое добро! Так. А что у нас хорошо рассудок устанавливает, кроме зеленых грибов? Эээ, ничего. Спальники разные, палатки и прочая ерунда. Че бы еще такого тут выкинуть? Че поднять, че выкинуть? Эээ, вот. Так, сделаем. Это мне не нужно. Че тут еще? Наушники, кстати, нужны кому-то? Они тут остались, вот. Нет, кинь. Какая-то музыка закачана. Блин, здесь полно... Давайте собрать ягоды, ребята, это несерьезно. Так, это стопроцентное. Нам из себя покрыть будет нечем скоро, кроме ягод. Все. Я бы сказал, ягоды, это не самая плохая альтернатива. У нас же там мяса много. Ну, не так уж и вы много настроя, ты понимаешь? Да, я бы не сказал, что... Тут уж много всего. Так, азайцы тут вообще появляются, да? Они как-то зимой берут? Да, периодически, да, довольно... Ну, они только днем, а вечером и ночью их нет. Ну, вот я смотрю, да, они редко все-таки выходят. Тут матери... Еще один, еще один след для мамонта. Будем идти по следу. Конечно, конечно. У меня и почти не осталось хп, у меня 17 хп. Я грелку забыл с собой взять, поэтому я не знаю, хорошая ли это идея сейчас отправляться по следу. Но надо убить. Сайф, скажи ориентир, где ты сейчас? Мы у статуи Максвелла. Статуи Максвелла, да. Вот, уже хорошо. Что здесь, Арман, не выходи, подожди. Костер может разведем? Да, я костер сделаю. У меня просто нет ингредиентов. Так давай я сделаю. Файерпит, да, поставить здесь? Вот, возле меня. А я уже поставил вот тут. Я Максвелла говорю. Вообще-то Кэмфаер надо было ставить, а не Файерпит. Арман везде Файерпит ставит. Ну, в принципе, это стратегический такой запас. Да, это наоборот. Ну да, я такой посерьезнее сразу установил. Ну, перекантовываться здесь будем, если еще. Что, мы мальчики, что ли? Вообще, можно, конечно, сейчас быстренько сбегать на базу, забрать свой обогревающий камешек, перевести себя сюда. Но за ночь пропадет вслед? Ну, он со временем, да, пропадает. О, там кролик поймался где-то. Это я задушил. Только что кролик. А, я думал, он в ловушку попал. Мясистыми бедрами свернул мы шею. Так, свинья хочешь с нами пойти, смотрите. Хорошо, хоть не гландами. Мы же свинью забьем, а, троем? Что плохого она тебе сделала? А мясо она дает? Ага, да. Ну, так надо бить тогда. А то я очень голоден, 39. Сейчас я забаню. Иначе мы сейчас тут все с голоду умрем. Может быть, не надо, там хп мало. А, у меня у меня 20 хп. Ну, вот. Не надо. Пускай, пускай. У меня... Возьми топливо. Возьми топливо. Топливо возьмите, кто-нибудь. А, господи, боже. Какое топливо? Ну, для костра. А то сейчас потухнет еще. Ну, у меня 20 бревнышек. О, иди сюда, на. Иди сюда, на. Он где-то здесь был. Так, а кто... Никто не остался. Караули, дежуре, свет. Хорошо, я буду здесь стоять, ждать, пока след. Но он же может исчезнуть все равно. Но мы могли бы и вечером пойти. За такое время. Это как квантовая физика. Пока смотришь, он есть. Когда отворачиваешься, он сразу исчезает. Как-то так. Все, лишние ловушки выкинул. Слушай, сколько можно их носить с собой? О, из посоха доставишь до сюда. Он напали мне по свинке. Что это у тебя такое? Откуда у тебя тут посох? Ну, так давно уже. А, тюрьм. О, о, веди его сюда. Давай, давай. У меня хп 46. Там что-то горит. Ой, как светло. Тепло. Разве не прекрасно? Интересно. Да, да, да. Раур. А он меня, кстати, не пьет, интересно. Ну, потому что я его согрел. Все правильно. Он не подожжет нам здесь все? Да, давай еще же у нее. Света палит тебя. А? Он как призрачный гонщик. Давай. Давай, кайте его, кайте. Он что-то поджег. Да. Жареное мясо. Там были злые цветочки. Все правильно. Так, ребят, кто самый голодный? У меня 32. 70. Кушай. 85. Да? Ягод дофига и больше. Свидинка. Так, опять играет эта стрёмная музыка. Ну все, мы прогнали ее. Так. Усаживайтесь поудобнее, детки вокруг костра. Будет друг другу ужасные истории, сказки рассказать. Однажды в черном-черном городе жил черный-черный человек. У него были черные-черные руки, а в комнате не было окон. А все потому, что он сжег свою квартиру по пьяне. Что это за фаллический символ тот? Где ты там? Спрятался. Ты про эти руки, которые выдвигаются? Вы их тоже видите? Нет, не рука. Какая-то другая фиговина была длиннющая такая. Руки выдвигаются только потому, что я слишком того. Чокнутый уже. 3-4 рассудок. Мне скоро начнут бить монстры. Однажды маленькая девочка зашла в темный-темный лес. В этом темном... Вот, да, я вижу этот фаллический символ. Матер, не страшно. Да, он с разных сторон появляется. С глазами причем. Ага. В этом темном лесу жила старая ведьма. Ты кого назову ведьмой, а? Ладно, старая библиотекарша. Она жила та, потому что у нее там была дача. Все, да? Уже не страшно как-то совсем. Не, почему страшная история про дачу? Очень страшно. Про библиотекаршу тогда уж. Это страшная библиотекарша. Была страшная. Ну, в принципе, тут как бы все. На этом история закончилась. Она крашенная. И накрашенная страшная. И не накрашенная. И не накрашенная. Так, ну, охотник, давай, открывай охоту. Давай. Все. Вперед по следу, господа. Это эволф. Я не знаю, где там след. Идем, да, эволф. О, свинья! Нет? По дороге собираем ягоды, цветочки. О, я грибы вижу. И давайте все собирать. Все собирать. А грибы можно кушать вот эти вот, да? Спойлер. Спойл. Спойл. Мы будем... Не ешь. А, спойл. Нет. Ну, в принципе, если ты съешь, ничего хорошо, это не будет. Даже если целые. Лучше, короче, в блюдо все это засыпать дело. Ну, я выкину их, короче. Лучше чем-то. Так, у меня две морковки даже есть. Я живу... О, кстати. А вот эти вот цветочки... Морковки немножко хиляют. Петалы, петалы хиляют тоже, кстати. Ну, этот рассудок же увеличивает все-таки. Animal Track нашел. Я Animal Track нашел. Это оно? Еще один? Да. Не, который уже из-за разведанной, по-моему. А, да. Наверное. Такая... Такая пимпочка. Не гора, а такой... Чуржочек. У них красная задница, не подходи к ним, роман, не подходи. Я понял. Там один какой-то вообще-то странный. А что он такой странный? Ты типа подросток? Найдешь... Найдешь... Каэлефанта скажешь. А, вот след появился здесь. Да, я тоже петалов покушал, наверное, все-таки чуть-чуть. Ну, тут проблема. Потому что след где-то в бифало. Вот он. Нашел? А, да. А то, ребят, для тех, кто не понимает, что сейчас происходит, мы ищем мамонта. Мы идем по следу. Так... Нам надо, наверное, рассредоточиться немножко, да? Да нет, след сюда ведет. Вот он, продолжение. Все. Аллилуйя. Что, нашли? Да. О-о-о-о, иду. Так, где он там? Я хоть первый раз в жизни на мамонта посмотрю. Еще и зимний. Э-э-э, какой милый... А-а-а-а! Во-о-о-о-о! Какого хрена? Почему это происходит со мной? Так, я, пожалуй, этот съем, этот заберу. Ну, чё, раскачиваем его, да? На кого он сейчас? Почти. Сейчас его надо отвезти отсюда, чтобы ничто не сжечь. А, он нас боится? Да, он такой боится безгревый. Поэтому надо поджечь. А-а-а! Ты чё делаешь вообще? У вас же тут все сожжет. Мы уж возле базы совсем рядом своей, кстати. Не-не-не, мы далеко от нее. Да, вот же ж этот, Максвелл. Тут совсем близко от базы. А, Максвелл не горит. Все в порядке. Так, все, давай. Максвелл противопожарный. Я иду. Я иду, атакую. На, собака! А, очень, на самом смысле, всего мне. Давайте, у меня 15 хп убивайте его. Отзнай от меня. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Я пошел отсюда. Хватит меня бить. Отвали. Почвала мне. Все, хух. Упс. Получил по щам я только что. Давай, кайти его, кайти, кайти, кайти. О, турбон на тебе. Мне холодно. Нет. Ребят, я пошел греться. Все в порядке. У нас там Славик зарудует едой. Что ты съел? Славик, ты живой? Не, он живой, он что-то съел. Не говори, что ты съел хобот. Я не специально, честно. Сери... Что? Я случайно снял рюкзак. Но как же, я подобрал хобот. Нам главное мясо было, главное мясо было. Но... Мясо, главное, главное. Конечно, так мясо. Одесса. Мы на втором году, мы на втором году же все нашел. Ко не найдем нигде. Но как же ты ел хобот. У меня он был невкусный, я тебе, я тебя успокоен. Нет. Какой кошмар? Я, я поду тебе чем-нибудь вкусненьким на кормлю приготовлю. Подожди, подожди, не расстраивайся. Пожалуйста. Как же. Я так понимаю, Мамонта здесь найти, это в принципе, ну, не самая простая задача. Не, и не самая большая проблема, на самом деле. Главное, обращать внимание и смотреть по сторонам. Ладно, если у нас Славик съедает Мамонтов, так какая у нас теперь задача? Я не знаю, съесть Славика, может быть, тогда. Как тебе такая задача? Не, нам же... Зачем его? Я князь снял. Нам надо согреться, мы не можем использовать Славика как грелку. Слушай, я... Мы сюда уже переместили свою базу, или как вообще? Че мы тут теперь обитаем? Мы отправились в поход. Ага. Ну и все, можно возвращаться тогда домой. Пока не поздно. Пожалуй. Спеем. А вообще мы шли за паутиной, если я правильно помню. Я не знаю, мы пошли за Мамонтом. Идите, пока я второй Хоббат не съел. Все, идем домой. У меня, по идее, на один факел есть ресурсы. Наверное. Надо было бы... База рядышком, че вы паникуете. А все, вот я пришел уже. Я вас кушаю, что надо сделать. Нам надо устроить квест за грибочками с зелеными. Да, вот это очень надо. Потому что 73 рассудка. Кушай, мой мальчик, кушай, кушай. Я обещал тебе. О, это мое все. Кто не успел, тот опоздал. О, хорошо. Все, ладно, Хоббат не так уж важно. Все. Хоббат, Хоббат фигня. Когда у тебя желудок полон, проблем в принципе не может существовать. И когда тепло. Тепло и сытно. По-моему, эти две вещи важны не только в Don't Starve, но и в реальной жизни. Аминь. Ну и крыша над головой тоже было бы неплохо, потому что... Так, ты уже не перегибай палку. Сейчас захотелось. Крыжи ему над головой. Слушайте, а мы же можем спальники делать, да? Мы же можем спать здесь еще. Вроде бы. Маус. Ну, вроде как. Твои шарики. Мои? Я не уверен, как работает система спальников. О, время страшных историй, ребят. Ты когда его юзаешь, он пойди пропускает, скипать ночь должен. Да. А в мультиплеере, черт его. А нас в строя. Я подозреваю, это может быть в Сервайвале. Нет. К машинам, может, надо подойти тогда? Кто сегодня рассказывает страшную историю? Давайте. Чья очередь? Давай, Турбо, ты рассказывай. Даже не знаю. Я? Рассказывать историю? Да, давай. Страшная история. В черном, черном городе. Да вы были черные какие-то. Я сегодня вышел. Потому что это аф... Ладно, в афро-афро городе был афро-афро магазин. У меня есть страшная история. Прошла зима, прошли морозы, гололеды. Я ни разу не падал. Ни на снегу, ни на льду, нигде. У нас в последнюю неделю тепло, весь снег растаял. Льда, нигде нет. Я выхожу с этим в магазин, сделаю два шага от парадной, подсказался на маленькой кончике. Лёдика, расшиб себе коленку. Как страшно рассмотреть. Страшно жить. Меня аж в дрожь бросило от такой истории. Это среди удара молнии. Вот, настолько шансы были малые. Не, ну удар в коленку, да, это, конечно, такой еще электрический разряд. Не самый приятный. Где, где этот, где этот спальник вообще? Вот где он может находиться? В сайте? Нет. В еде поищи, я не знаю. А где наш костюр? Не, в еде нету. Нету в еде. Сурвайвл, строп, стророл. Сразу, сразу после Хани Плюс. После... Под Хилинг Саловой, короче. Вот там она. Бустер шот, Хани Пол Тайс. Стропол. Ага. А, так она легко крафтится вообще. Ну да. Кто бы мог подумать. Рефайн. Построить. Такс, грибы. Окей. У меня уже бардень выросла. Такая. Ух. Наверху была возле пауков, я помню, были грибочки зеленые. Ах, зеленые грибы это или болото, или леса. Так они, помню, не встречаются. Наверху, где пауки, где мы охотились на пауков. Вот там были грибочки, помню, зеленые. Мысли какой-то из... Из... И... 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 Итих самых, коконов. Да, Рамон, оно... Зумее. А, Рамон, оно... Оно и в инвентаре тоже нагревается. Да? Достаточно просто стоять рядом со сочеком костра, да. Оно в инвентаре тоже нагревается. Ну, нагревается, я так смотрю, оно достаточно быстро. Вот, все, да, типа, готово. Или можно дольше ждать. А, да, может, еще краснее можно стоять. А-а-а. Так, а что у нас? Мешок спальный есть. А, проверять. Ну, пошли, проверим. Да, ну теперь дождаться ночи. Да. Че ты его поднял? Че ты, а оно твое, что ли? Поставь мне. У меня мораль повышается потихоньку, это из-за шапки точно. Смотрите, 111 уже было, 110, это из-за шапки. Пока шапка носишь. Существует меня тоже, да, у меня нормально, типа, повышается все. Слушайте, кто-то должен будет забрать пауков, а второй будет собирать грибочки. Кто со мной пойдет? Тогда, тогда, ребят, мы встретимся. Вы можете даже паукину собрать. Еще 10 момента. Окей, ребятам, встретимся с вами в следующей серии, где мы будем снова бачить Маффин, надеюсь. Со мной сегодня играл Турбо и... И славик, да. Я просто на пингвином смотрю, они такие милые. Я с вами уже работаю, мы здесь закончили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok